здравствуйте дорогие десяти и добрый вечер в эфире медиа информ вечерние программы вчера у нас был день инвалида вот меня эти дни приуроченные к одному заболеванию или к одному какому-то человеку достаточно серьезно раздражают потому что мы один день заботимся инвалидов а 364 остальных дня в году мы к сожалению не выделяем для них не только своего внимания но и необходимых средств которые обязаны выделять у меня в гостях голова громадской организации проект элиос юрий жигно здравствуйте юрий петрович здравствуйте значит мы не первый раз встречаемся я так понимаю что в и ныне там у нас мало того что иногда горят дети живьем задыхаются в дыму было в этой виктории сегодня у нас одна из неизлечимых болезней которые только может быть эта болезнь касается детей и это болезнь которая фактически неизлечима этим болеют десятки а в украине уже сотни детей и для того чтобы что-то сделать с этим заболеванием нужно предпринимать меры государственного масштаба а вы пытаетесь что-то сделать в рамках области расскажите пожалуйста об этом ну я абсолютно согласен с вами правильно выбрали акцент передачи потому что это это наш акцент уже давно достаточно долго или сработать в этом направлении и могу лишь подтвердить ваши слова что к сожалению это не одно заболевание это целый ряд заболеваний тяжелейших они называются арфанные это онкология это заболевание сердечно-сосудистой системы различные недостаточности и так дальше вот это собственно эти заболевания находятся в фокусе нашего внимания нашей организации и к сожалению вот второй раз говорю эту фразу сегодня бюджет области бюджета районов бюджет населенных пунктов нашей области они не отражают этой потребности нашего населения больше чиновника это мало интересует очевидно более того вы знаете чиновники которые являются веткой исполнительной власти действует по сценарию я уже как-то знаете особо и ничего не ждут потому что его задача остаться на рабочем месте и выполнить предписание которые но вот эти вот предписание которые вот это делает законодательная власть поэтому наша вчера был принят закон насколько мне известно который так или иначе касается инвалидов ну послушайте от него за на под него денег не выделяется да законы можно принимать очень много мы в прошлом году как раз вот в это время ориентировочно мы в семнадцатом году до был принят программа наша которую мы лоббировали мы инициировали разработали или нет кем принято областным областной радой нашей одесской и там выделено областной рады только 8 и две десятых миллиона и 55 миллионов выделено еще в трех районах пилотов мы об этом говорили уже нет нескольких наших передачах с вами спасибо что у нас приглашаете я хотел другой об этом еще с другой стороны дело в том что не не выделяется больше денег эти дети о которых мы с вами сейчас говорим тяжело больные детки с паллиативным статусом они несмотря то что есть у нас все таки нельзя что вообще ничего нет нет нельзя есть у нас дети вот наталья погребняк она опикается детками с бульозным эпидермолизом наталья сидоренко у нее она занималась с детками с неврологическим диалогом есть и там и там и там и там но в общем целом системного отношения власти законодательной так и нету я вам даже больше этого скажу ни одна политическая сила которая сейчас представлена в областной ради ни у одной на сайте в каких-то других документах которых они идут на выборы голосуют люди за них голосуют но тут все более-менее по я хотел спросить наталью погребняк вы мама ребенка больного насколько понимаю это вас коснулась не только как организация общественного деятеля коснулась вас что называется напрямую более на ребенок это тяжелое заболевание этим надо заниматься все время расскажите пожалуйста о своем ребенке а там как вы встретили это несчастье в 2005 году родилась у меня у меня ребенок с бульозным эпидермолизом где тут же вы поставили диагноз в областной детской больнице наличь это орфанное редко заболевание которое не излечивается ребенку сколько 13 лет до ребенок находится 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 в тяжелом состоянии у нее на 70 80 процентов открытых ран и на на лечение такого заболевания нужно 80 процентов поверхности тела до поверхности до кожа уражена вся в ранах и на это нужны огромное количество мази антисептиков специальных повязок немецких бинтов а также лечебного питания и таких в одессе в одесской области как взболезный пидермолизом как у меня 17 пациентов в одессе в одессе и одесской области и вы как-то объединены вы как-то общаетесь вам выделяют какие-то средства можете посчитать сколько вам нужно из того что сколько нужно сколько у вас есть вот этот процент недостающих вы можете это посчитать да у нас мы с ним обратиться да у нас есть в киеве специалист по бульозным эпидермолизу в детской национальной больнице ахмадет который нам ежегодно выдает заключение стопроцентной потребы на каждого пациента и с этими потребами мы обращаемся в местные бюджеты городской бюджет обеспечивает наших детей на 10 процентов о питании нам вообще отказывают потому что нет бюджете денег я подавал бюджет на 19 год на что местные власти города одессы на городских пациентов мне отказали из и написано в письме что дети обеспечивается медикаментами медичными вырубы сдерж закупивали а вот даже закупивали лишь на 10 процентов обеспечивает добыму чтобы обеспечить на сто процентов нужна помощь от города уважаемые телезрители мы с вами являемся свидетельцы свидетелями того самого факта когда тяжелейший недуг который съедает души и тела наших маленьких одесситов мало касается как бы мало трогает людей которые по долгу своему обязаны заниматься этим вопросом я хотел спросить вас наташа как у вас назвали сидоренко тоже этот вопрос чрезвычайно волнует у вас тоже есть какой-то фронт работ на котором есть свои успехи свои неудачи конечно я сначала хочу сказать что не один человек который сам не окнулся в эту проблему который не столкнулся с огромным горем своей жизни не поймет всю тяжесть всю боль этого ужаса и не сможет взвалить на себя это этот груз для того чтобы помочь другим детям другим людям все мы прошли через это и благодаря этому мы понимаем эту боль и мы пытаемся изменить всю ситуацию потому что систематически полностью нарушаются права этих детей этих тяжело больных людей нету системы даже медицинские услуги они полностью разрознены человека пинают из одного отделения в другое также как ребенка его никто не хочет принимать никто не хочет оказывать ему услугу мы пытаемся изменить это и вот мы сейчас будем организовывать круглый стол который будет именно вводить системность в в услуги палео тенге вот это переформирование дома до специального дома ребенка в детский хоспис я правильно по ними на мне только будет хоспис у тебя у нас это очень большая проблема и эта проблема длится ну во всяком случае мы ее поднимаем минимум с 2016 года и есть несколько препятствий но одно препятствие на все-таки удалось преодолеть 14 декабря из инициативы элиос в нашем проекте от министерства закордонных справ нидерландов который сейчас папа пал паралегал который да вот в этом проекте мы договорились и с нами сотрудничает белгороднестровская мискарада мы договорились провести круглый стол по вопросу организации вторичной то есть стационарной паллиативной помощи для различных детей для детей с паллиативным статусом и здесь мы обратили внимание на белгороднестровский который к сожалению к огромному к сожалению с одной стороны он имеет очень большой ресурс из другой стороны этот ресурс фактически не реализован мы так более того и если это дальше будет продолжаться то фактически это будет ну циничное нарушение прав человека состоит ресурс ресурс состоит то что там есть специализированный будинок датыны номер один это интернатный захват точно такой же будинок специализованный в харькове и в ивано-франковске уже реализовали программы по созданию центров для надания паллиативной допомоги там есть паллиативное отделение большие реабилитационные отделения там звучит детский смех там огромное количество детей получает помощь белгороднестровский блюдо датыны фактически сейчас под угрозой закрытия поэтому мы сейчас пригласили специалистов из мост пригласили заступника нашего губернатора виталия свечинского гуманитарным справам она наших директоров областного департамента охороны здоровья социальной допомоги у нас едет сюда к нам светила наш харьковская это елена гречанина которая это академик она руководит центром орфанных заболеваний помощи для таких деток в харькове это единственный центр который помогает ему таким деткам как у натальи и другим мы хотим чтобы этот центр подобный был у нас открыт в одессе у нас есть мощные мощности в белгороде кроме этого детского бутынка датына там еще есть диспанс противотуберкулезный диспансер где есть возможность организовать паллиативную помощь для инфекцию для больных инфекционных заболеваний то есть туберкулез и так дальше на областном уровне таких ресурсов больше нигде нет и было бы очень неправильно да и мы как общественность не позволим чтобы утратить такие такие такой потенциал и не дать ему развиться я хотел спросить про кирман полда про белгороднестровский там у нас живет звезда всемирного как бы уровня звезда современного бокса ломаченко вокруг него там центр спорта там супер сильные мужчины умеющий зарабатывать многие десятки миллионов долларов это очень тяжелая серьезная работами это огромное предприятие я бы сказал который составляет честь и славу одессы и одессины каким-то образом вы пересекали с ними белгороди днистровском маленьком городке в котором вообще все знают друг друга нет мы не пересекались очень хорошая идея я вам благодарен а кто знает может быть с вашей подачи мне кажется что это сильные мужчины которые могут помочь своим землякам у них есть такая возможность есть такой ресурс для того чтобы сделать это ничего особенного не нужно делать нужно просто принять решение они наверняка проводят какие-то благотворительные акции попробуйте достучаться до них это не чиновники это спортсмены высокого класса которые знают что такое тяжелый многолетний труд опасно для жизни для здоровья занятия если они знают как рисковать этим здоровьем для славы для денег они может быть смогут помочь по крайней мере в какой-то какой-то части своего всего пласта существования профессионального помочь именно вашим деткам может быть стоит попробовать ним обратиться согласен и может быть даже кстати вы правильно говорите может быть резонанс этого вопроса настолько силен что к нам едет рады к министра охраны здоровья олег дудин у нас едет главный врач подобного вот такого же специализированного бутылка из харькова роман марабян который он смог трансформировать вот этот бутылок датыны советского типа современного часто что у нее происходит это конечно бесподобно мы хотим чтобы у нас такое было в одесской области поэтому он в харькове сделал и за много детей у него конечно более того я могу сказать есть еще его на франковске точно даже у них даже чертежи построены вы перезваниваетесь общаетесь конечно это на это мой это мои партнеры по нашей паллиативному нашему такому движению в надверно ивана франковской области там тоже реализовано базе такого вы можете вы в состоянии сделать что-то типа бизнес-плана по крайней мере показать сколько у вас есть ресурсов кто вам помогает и сколько вам нужно еще где-то найти вот эту разницу дельтовой каким-то образом себя представляю конечно конечно у нас это есть у нас есть наша alma mater это международный фонд ведрожжения который мы очень благодарны если за поддерживали и вот именно на базе международного фонда ведрожжения мы постоянно работаем наше вот это скажем движение паллиативщиков по всей украине мы разрабатываем и нечто подобное мы сейчас с романом аравьяном продумали и хотим предложить как раз на этом круглом столе где будут но все специалисты актив белгороднестровского где мы надеемся что но сдвинется с места но нельзя допустить чтобы этот буду на датыны был закрыт а вот сейчас на грани закрытия но тоже скажите пожалуйста есть вот люди которые вот так бескорыстно вам помогают я хотел бы чтобы об этих людях знали вполне вероятно что кто-то из них может балансироваться кто-то и занимается политической деятельностью ему нужна известность нужно принимать принимать помощь от тех кто может ее оказать у кого есть такое желание такой ресурс пересекались с какими-то людьми вы можете сейчас сказать спасибо такому-то и такому-то за бескорыстную помощь под нашим детям спасибо за вопрос но у нас нет такого человека да есть люди которые бескорыстно помогают но в основном это много мелких каких-то помощи анонимных потому что да и не очень много но даже на той же украинской бирже бирже благодейности или мы собираем в бокс для детей есть помощь но мелкая и анонимно у нас один магазин откликнулся на то чтобы разместили такой магазин где находится он находится на станции усатого беляевского района то есть в одессе ни одного в одессе или мы попросили но как бы у нас нету предложений а нам нужно собирать достаточно много денег для памперсов для вот этим деткам помощь вот такая минимальная она честно говоря не не системная небольшая но без него они тоже попадают нужно периодически выходить в эфир и все-таки говорить печатать печатать какие-то названия печатать какие-то обращения и так чтобы люди вас видели и слышали я сижу достаточно людном месте мы встречаемся не первый раз но я так понимаю что людей предоставляющих вам эфир не так много желающих кстати я хочу сказать кто нам помогает не но катамадзе у нее кстати будет сейчас 28 мая будет концерт в одессе так вот не но катамадзе нам помогла мы на ее концерте собирали благотворительную помощь для машины для нашей выездной службы нашего элиос мы собрали 315 долларов и как и нам помогла в этом случае ивано-франковские коллеги из мать фонд имени матери терезы они нам приехали собрали деньги и все отдали нам мы благодарны ивано-франковским коллегам и сейчас мы проговорили с интерпринент интерпринер вот этот есть который занимается знаете организацией он также это очень такой спасибо ему это чем благочинность таки до михаил и он нам тоже пообещал что сейчас будет еще один концерт не на катамадзе мы попытаемся также собрать кстати оскар ржава пани этот концерт мы также на нем собираем благодельные кошты но он перенесен на 10 апреля но кур скоро огромные 40 миллиона и украине в этом плане в опять который раз должны помогать крохотные нидерланды расскажите пожалуйста о своих связях и отношениях с голландцами может быть вы что-нибудь об этом знаете знаменитый знаменитейший очень известный в украине в европе проект матра и благодаря этому проекту в одессе уже когда заходил мне правда это про это мало что знаю но вот сейчас он зашел этот проект здесь благодаря вот в одесскую область благодаря и лес нашим мы выиграли проект и у наш проект час как бы очень успешно двигается вот вот эти мы это коллеги это менеджеры наших проектов и партнеры нашей организации у нас сейчас несколько направлений публичная деятельность это круглые столы и флешмобы вот наталья может раз она участвовала вчера в нашем флешмобе это партнер нашего флешмоба мы можем рассказать на может рассказать про этот наталья сидоренко вот и сказать про учебный проект который мы продолжаем сейчас он идет знаете со скрипом но продолжается мы обучаем родить хотел еще знать еще одну вещь которая может быть важной для наших теле зрителей где и как вас найти может быть кто-то на сейчас сейчас смотрится захочет вам помочь они будут звонить сюда скорее всего ну могут звонить вам в первую очередь но у нас еще есть сайт очень удобно его легко очень запомнить английскими буквами обвгд.com.ua очень просто английскими только все набирать и про учебный проект если позволить уважаемые телезрители на самом деле я хотел сказать что мы вступаем фазу такую фазу существования нашего молодого государства украины когда чужих детей не бывает мы на самом деле сильно завязаны на эту совершенно идиотскую войну но понимаем что продолжают гибнуть продолжает калечиться наши парни защищающие украину и при этом у нас есть дети помочь помочь которым мы просто обязаны с вами это наши земляки давайте сделаем так чтобы теперешние вот вот теперешнее выступление теперешний выход в эфир был не единственный и не последний для того чтобы помочь этим детям нужно просто набрать а бвгд а дальше . com . и юрий жог на этом руководители проекта можно также обращаться к наталье поглядняк и к наталья сина сидоренко напрямую что еще хотели рассказать пожалуйста я бы хотела добавить если можно почему мы подняли вопрос с этим круглым столом потому что дом ребенка который рассчитан специализированный с оборудованием с ремонтом с помещением с персоналом он рассчитан на 200 коек на данный момент там нет детей там было два ребенка по-моему сейчас на данный момент там нету белгороднестровский персонал за месяц конечно да да и фактически выделен бюджет есть персонал есть помещение а он пустует а почему он пустой ну честно говоря это вопрос не к нам это вопрос к чиновникам те которые должны решать этот вопрос на это преступление с нашей точки зрения поэтому это не позволим и круглый стол именно для того чтобы это публично артикулировать чтобы это все услышали что это можно было как-то решать и закрывать его закрыть потому что если его закроют его просто растащат развалит это будет потерянный ресурс вашем проекте хочу добавить что в других городах дети обеспечены питанием и медицинскими препаратами ванна франковский в харькове нет в киеве сумма в тернополе то есть те представники у нас в одессе этого нет у нас нет то есть те представители которые обращаются в местные власти и письменно просят что есть по постановам дети должны обе забеспечивайтесь им выделяет кроме города одессы вы обращались к кому-то из наших крупных чиновников из тех кого мы выбираем из тех кто сидит в горсовете и в облсовете с кем-то из них вы общались на эту тему нет не общались только письмами смотрите я могу сказать у нас очень важный наталья является членом координационной рады при губернаторе по вопросам дотрима не права людей неприятных ворох и мы к сожалению к нашему огромному сожалению не имеем возможности поднять эти вопросы на координационной ради при самом губернаторе благодаря того что координационная рада не может начать работать юрий петрович поднимайте эти вопросы мы с удовольствием будем с вами сотрудничать и давать вам эфир и будем продолжать стучать во все двери вместе с вами вы занимаетесь добрым и благородным делом детей нужно спасать детей таких наверное меньше не становится я так понимаю что мы живем экологически очень сложной ситуации поэтому эти дети продолжают нуждаться в нашей с вами дорогие 10 помощи у нас в гостях была наталья сидоренко наталья погребняк и юрий жигно которые непосредственно занимаются проблемами детей с вот такими неизлечимыми к сожалению болезнями спасибо что были у нас спасибо за предложение доброго успеха в вашем благородном деле всего доброго до свидания а